Перед третьим в этом году матчем между Интермом и Спартаком, московский клуб считался фаворитом, потому что итальянская команда в предыдущей встрече чемпионата страны проиграла 3-5, а москвичи громили всех подряд, в том числе и знаменитый Реал. Но, как показала игра, лучше к ней подготовились хозяева поля. Минут 15 Спартак действовал более активно, но с их ситуацией у ворот Пальюки почти не было. Запомнился лишь хороший дальний удар Баранова. Затем все выровнялось, и Интер стал показывать мощную, быструю игру. Если в весенних матчах у Интера много определенной звезды, то теперь итальянская команда демонстрировала хороший коллективный футбол. Защита москвичей стала давать сбои, но команду несколько раз вручил Филимонов. На 32-й минуте он ничего не смог сделать. Великолепный удар нанес Вентола. Прекрасный, штрафной и один ночью. Еще несколько атак проводит хозяева поля. И вновь хорошо действует Филимонов. Вот смотрите, как он переиграл Рональдо. И опять наш вратарь на месте. Во втором тайме защитники Спартака ошиблись в очередной раз. И Рональдо забил второй мяч. 2-0. Затем исключение взбодрились и сумели отыграть один гол. Это сделал Цимбаларь. 2-1. Большего Спартак не смог добиться. Интер же в значительной степени изменив состав, изменил игру. И победа итальянцев заслужена. Они сделали выводы из предыдущей неудачи. Хотелось, чтобы и наш чемпион сделал тоже. Матч соперников Спартака по группе Реала и Штурба закончился с неожиданным результатом. Королевский клуб, особенно не напрягаясь, победил самым крупным счетом в этом турнире 6-1. Возможно, не нужно было австрийцам сердить хозяев поля. Уже на 8-й минуте Маркус Шут дал точный пас и Вица Васич забил мяч. Тут же футболисты Реала взялись за дело и начался разгроб. 13-я минута, а 1-1 бразилец Савио после отличного паса Мьятовича сравнивает счет. Тут же Рауль забивает второй мяч. Но какой прекрасный пас ему сделал Роберто Карлос. Множество красивых колов увидели зрители во втором тайме. Великолепный удар наносит Хорват Ярни. Метров 20-27. Доправляет мяч в девятку. Четвертый мяч забил собственные ворота защитник Попович после передачи Мьятовича. Огорчил вратаря. И вновь в точный удар Ярни. 5-1. Но на последней минуте Зидор взял великолепную передачу. И Савио головой послал мяч практически пустые ворота. 6-1 победа Реала. Теперь у трех команд по 6 очков. И многое будет решаться в следующем матче Спартака с Интером. Продолжение следует.